И это матч, который мы можем охарактеризовать как противостояние команд Что ты такое? Уфа против черноморца Вот такая вывеска открывает этот самый 14-й тур В довольно-таки уже морозный уфимский солнечный день С вами Владислав Гурджи И надеюсь, что сегодня буду помогать вам смотреть этот самый 14-й тур А с учетом того, что в последнее время здесь в Уфе показывают хозяева Уверяю вас, и сегодня, и сегодняшний матч не станет исключением Поехали! Мы начинаем! Но не КВН, но 14-й тур, уважаемые друзья Уфа-Черноморец, счет 0-0 И мы начнем со стартовых составов Я начинаю с хозяев, мне почему-то так больше нравится Итак, номер 40 у воротов у Уфы Алексей Чернов Дальше тройка центральных защитников Ну, такое ощущение, что вот раз за разом у него не получается Был просмотр и в Нижнем Новгороде Вот сейчас воешь в Новороссийску Удар поворотом! Алексей Чернов впервые в этом матче его проверили Василий Чернов очень техничный защитник Пожалуй, что это одно из главных вообще нововведений Василенко Удар! Снова Даль На сей раз Егор Иванов уже пробовал Вот Егор Иванов-то как раз-таки один из тех красноярских футболистов Которые раскрываются в другой команде И, например, в матче с Саратовским Соколом Именно так его голевая передача случилась Это ошибка! Это ошибка! Это выход 1-1! Это удар поворотом! И это угловой в самый последний момент Судя по всему, Анричи Чинадзе все-таки успел прервать эту Атаку и этот забег Романа Пасевича Две руки подняты Уфа вновь использует зональную опеку И вот так у нас заход на лучший гол тура! Какой розыгрыш! И как исполняет Роман Акбашев! Тихой сапой оставили его там Партнеры по команде явно придумали Явно заготовили И явно знали они, как уфимцы защищаются И явно знали, как это использовать Но вообще там довольно активно, знаете Болельщики общаются со своей командой И вот мне удалось поговорить с друзьями и коллегами После предыдущего матча Здесь у нас довольно непростой момент произошел Ой-ой-ой-ой-ой! Это беда! Но вот эта картина, которую мы сейчас видим Не вызывает сомнений Кровь — это удаление Фищенко Численное преимущество на правом фланге сейчас у игроков Черноморца Урии чуть придерживает Отличная передача Удар! Финито для комедия Это Даниил Гурченко И это гол молодого футболиста И это снова работающая теория вероятности Это два против одного на левом фланге обороны Уфы И это прекрасно интерпретированное численное преимущество Заход на третий Более судеб не позволяет Черноморцу сейчас Этот самый третий мяч Оформить Ах, придумал! Придумал, Егор! Ну сейчас-то! Да боже ты мой, мирабиуридия, как тебе сегодня не везет, а? Ой, это и смех и грех Называется Алексей Чаров сам не хотел убивать этот мяч Повезло! А сейчас! Смешно, смешно! Ой, что происходит? Ой, что происходит? Какова вероятность того, что мы сейчас увидели с вами, уважаемые друзья? Да! Вот это момент, который, мне кажется, станет героем И еще раз мы с вами сейчас понаблюдаем, насколько это опасно в исполнении Черноморца, я так думаю На сей раз простая подача На сей раз очень просто Пасевич сжигает свечу, правда, в собственный штрафной Кротов! Еще угловой Не успел выйти на поле Вячеслав Кротов, как сразу же имел Ну не голевой, но какой-никакой момент Посему Роман Пасевич Качает соперника И вот момент для удара! Штонга! Ух ты! Вот это атака! Мы немножко подзаснули Мы немножко прикорнули И тут такие, ох! Сотворили такие свой момент во втором тайме футболисты Уфы Довольно много стараются подсказывать своим болельщикам Момент у Черноморца Сейчас может все закончиться И все! Заканчивается! 3-0 становится счет Матерейший гол забивает Черноморец И кажется, что никто не понял, как это произошло А Роман Акбашев! Какой исчезающий вид у нас сегодня Потому что футболист оформляет дубль Вот так вышел сегодня Роман Акбашев Мы его сердечно с этим поздравляем Великолепная атака Черноморца снова недорабатывают у себя сзади Справедливый и закономерный результат Который прямо сейчас фиксирует Константин Аверьянов И так со счетом 3-0 Черноморец побеждает своих соперников из Уфы И вот так ярко, солнечно, морозно Открывает 14-й тур Мелбет первой лиги